Всем привет, с вами Прия. Сегодня у нас 18 июля, понедельник. В среду, 20 числа, 20 июля у нас будет припатч обновления 7.0, в котором будет как добавлено много всего, так и удалено много всего. Сегодня мне хотелось бы уделить внимание тем вещам, которые будут убраны из игры либо в припатче 20 числа, либо будут убраны в самом легионе, чтобы вопросов у моих зрителей было по этому поводу намного меньше. Начнем же. Сначала я начну с рейдов. Все-таки, я надеюсь, у меня ПВЕ-комьюнити побольше на канале, и сам я занимаюсь ПВЕ долгое время, поэтому эта тема для меня основная. Начнем же. Все знают то, что относительно недавно был введен такой итем под названием Остаточный Хаос. Этот итем дропался при убийстве Архимонда в героической, либо в бахальной сложности. Данный Остаточный Хаос за свою квестовую цепочку давал нам такого маута, как Хранитель Рощи. Его получение убирают с 30 августа до 30 августа, то есть получается до выхода легиона у нас будет продолжать дропать данный итем, и вы сможете получить этого Хранителя Рощи. Дальше. Аннигилятор, такой маунт, который дропает с нашего Архимонда в эпохальной сложности, он также будет дропать до 30 августа со 100% шансом, а потом с 1% шансом. И разрушитель Железноног аналогично. Сейчас он падает с Чернорука 100%, тогда когда выйдет легион 30 августа, его дроп понизится до 1%. Также не забудьте про достижения, которые вы можете сделать на Архимонде. Это такие достижения, как на кромке лезвия за убийство эпохального режима Архимонда, дальше Герой своего времени за убийство его в ХМ, и время это плоский круг за убийство в Нормале. Данные достижения будут убраны в эту среду, 20 июля. А дальше, если рассматривать режим испытаний, то его закрывают в припатче Легиона 20 июля, испытания будут закрыты в них, просто нельзя будет зайти. Поэтому вы можете быстренько их сделать, что нам дают за прохождение данных испытаний. Сейчас найдем их в нашем списке, собственно подземелья рейда, испытания в подземельях. За испытания Дренора Бронзу мы получаем такое звание, как Неукротимый, за серебро мы получаем Маунта, Йети Претендента, и за золото мы получаем полный набор визуальных эффектов оружия. Это оружие, которое имеет свою анимацию. Сейчас вы можете купить эти оружия за 1000 голды, но тогда, когда выйдет припатч, то есть в среду, вы сможете купить весь набор данных вещей за 10 000 голды, юзный жетончик, который этот вы купите, и абсолютно все внешние виды данных оружий добавятся вам в гардероб, который будет находиться в ваших коллекциях. Это дополнительная вкладка, которая будет вот тут вот, пятой. Дальше. Апохальные подземелья. С апохальных подземелья у нас тропаются такие замечательные триньи, которые будут грейдиться, то есть повышаться до 110 уровня вместе с ростом нашего персонажа. На 110 уровне данные аксессуары будут иметь 815 item level. Это в принципе вполне неплохо, так как с инстов героических легиона мы будем получать 825 добычу, а аксессуары это вещь всегда полезная, да и бонусы у них приятные. До 30 августа вы можете попытать удачу сходить в апохальные подземелья и на дропы себе этих аксессуаров. Всего их 5. Ловкость дамаг, сила дамаг, танковская тринька, хиловская и на дамагера, у которого мейнстата является инта, интеллект. Дальше. Кольцо. Наше любимое легендарное кольцо. Кольцо Кадгара. 30 августа вы уже не сможете получать ни кристаллизованную скверду, ни новых заданий у Кадгара. Поэтому если вы сейчас, допустим, делаете фолианты, то вы в принципе успеете. Если вы делаете руны стихий, заканчивайте, по крайней мере, их делать. Возможно, вы тоже успеете сделать легендарное кольцо. При получении легендарного кольца вы получаете ачиву, которая потом уйдет в наследие, и памятник для своего гарнизона. Теперь рассмотрим пвп. Такой формат арены, как 5 на 5, убирают в легионе. Поэтому различные достижения, связанные с ареной 5 в 5, то есть есть там такое достижение, то, что нужно остаться одним единственным выжившим, его тоже убирают. Все очки завоевания и все очки чести будут переработаны, и нам дадут за каждое очко по 35 серебра. 0,35 голды. Кому как удобнее, собственно, для расчетов. И также, возможно, за пвп-триню мы будем получать какое-либо достижение. Поэтому не поленитесь, придите в главный свой город, будь то Альянс Элярда, и купите знак различия Альянса за несколько чести. Там дают самую простейшую ачиву. Если я ее сейчас найду, то это будет просто замечательно. Да, вот оно, вот это достижение, свобода Альянса. Из-за чего все это? Из-за того, что у нас добавляются пвп-таланты, которые будут доступны на 110 левеле. И там, в первом тире талантов, уже есть этот аксессуар. Поэтому, возможно, то, что данное достижение уйдет в наследие. То есть, ну, как-то так моя логика работает в этом плане. Возможно, она работает верно, возможно, нет. Я рассказал все основные изменения. По пвп, по пве, по кольцу, по наследуемым аксессуарам. Теперь же мне хотелось сказать о том, что ждет нас с гарнизоном. С гарнизоном все плохо. Задания на голду убирают. Цены на векселя понижают. Мешочки за ресурсы гарнизона убирают. Мешочки эти убирают за ресурсы гарнизона с торговой лавки. Все очень-очень плохо. Дроп-карт эпических и редких режут. И по профессиям все очень плохо. И зелье удачи убирают подробно. Я рассказывал об этом в двух прошлых видео. Я, само собой, помещу эти ссылочки на видео в описании. Вы сможете убедиться в этом. И посмотреть их для того, чтобы расширить свой показор по этому. И решить, что нужно сделать до припатча. Сейчас конкретно за день, за два до припатча. Если же вы смотрите это видео уже тогда, когда вышел легион, собственно. Или уже в припатче самом. То, увы, вы потеряли некоторые моменты. Но все же, я желаю вам удачи на регионе. Удачи в припатче. А надеюсь, вам понравится поиграть за демон хантеров. Которые, кстати, выйдут, увы, не сразу. Если все-таки у вас остались какие-то вопросы по поводу того, что удаляют, как удаляют, когда удаляют. Само собой, вы можете задать это в комментариях. Также не забывайте заходить в мою ВК-группу, в которой проходят различные розыгрыши и анонсы стримов. И, собственно, на мои стримы. Раз в день, само собой, сидим, общаемся, развлекаемся, шутим, ругаемся иногда. Ну, что-то обсуждаем, что-то полезное, а что-то иногда не очень. Надеюсь, вам понравится. И, опять же, желаю удачи в легионе. И до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok